Получила квартиру благодаря судебным приставам. Ульяновские сироты десятилетиями ждут жилья, положенного им по закону. Причем это случается даже если есть положительное решение суда. О долгожданном грядущем новоселье Юлии Зверевой в следующем материале. Да, он большой вообще-то. Не может вместить еще гирантов. Юлия Зверева осматривает свою новую квартиру. Она встала в очередь на получение собственного жилья как сирота после окончания вуза в 2011 году. Прошла через долгие судебные тяжбы, отстаивая свое право. За это время вышла замуж, родила троих детей. Сейчас пока что перевезли в шкаф. Здесь, я думаю, будет у нас диван большой, поскладной, потому что, ну, чтобы все помещались, телевизор, думаю, повесить, как бы штору нужно будет делать. Как бы постепенно будем обустраивать. Обязанность по предоставлению жилья по решениям судов возлагается на Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области. Ведомство несколько лет не исполняло решение суда. Получить долгожданные квадратные метры Юлией Зверевой, выпускницы детского дома, а теперь уже многодетной маме, помогли судебные приставы. В качестве наказания должникам за совершенные правонарушения применяются административные штрафы. Размер штрафов по статье 17.15 КОАП Российской Федерации варьируется от 30 до 50 тысяч рублей. Размер по части 1 и 20.25 административного штрафа равен двукратному размеру ранее неуплаченному установленный срок назначенному административному штрафу. Кроме того, помимо применяемых мер, управлением задействован уголовно-правовой механизм. Вот именно он и ускорил процесс выдачи жилья сиротам. Уголовная ответственность за неисполнение решения суда в подобных делах помогла в прошлом году получить свои квартиры почти 50 выпускникам детских домов. Дмитрий Емельянов, Элла Шахова, Михаил Державин. Вести Ульяновск.